Действительно, для того, чтобы сегодня привести наш парк в надлежащий вид, нужны многомиллионные затраты. Те деньги, которые, в принципе, нам обещались, которые были и планировались. Сегодня, вы видите, что было присмотрение бюджета Украины, и все те деньги, которые были на такие программы, они убраны сегодня с бюджета Украины. Поэтому сегодня мы можем надеяться только на себя. Мы подготовили обращение, Елена Федоровна готовит обращение ко всем жителям города Славянска с просьбой, чтобы у нас есть специальный счет в городском исполкоме. На этот специальный счет, который мы передадим всем СМИ, передадим на телевидении, будут напечатаны на сайте городского совета. С просьбой перечислять 5-10 гривен, 20-100 гривен, это, я думаю, даже максимальная сумма, которая бы сегодня помогла закупить и карусели, и сделать тропинки, и посадить новые деревья. И я думаю, что если весь город откликнется на это предложение, сегодня мы своими руками сделаем город лучше. Я хочу сказать, что мы подготовили такой бизнес-план, который действительно громады сможет потянуть. Не из городского бюджета, а просто сможет потянуть громады. Каждый человек, если сможет перечислить от 20 до 100 гривен, поверьте, у нас будет новый парк. Это не такие деньги, которые сегодня могут спасти каждую семью, но те деньги, которые могут спасти сегодня парк. Поэтому я обращаюсь ко всем. Давайте сегодня подумаем и сделаем своими руками парк, и будем потом гордиться своим детям, внукам, правдукам, говорить, что в этом парке есть только моей жизни. Частица моей жизни. Очень большая просьба, все, кто перечислят на счет деньги, квитанции должны быть при вас. Потому что когда мы откроем парк, эти квитанции будут бонусной карточкой для получения скидочной карты для участия, для того, чтобы находиться в парке. Причем на целый год. Поэтому кто больше перечислит, тот меньше заплатит в дальнейшем в течение года при посещении нашего парка. Все.